Сочная хрустящая белокочанная капуста в России это самый популярный зимний овощ. В Львашинском районе прошел день овощного поля Дагестана. Собравшиеся осмотрели демонстрационные площадки, организованные на окраине села Урма. На площади более 100 гектаров проводятся испытания различных сортов и гибридов капусты отечественной селекции. Целые капустные поля и горы – это Львашинский район. Четвертая часть всей выращиваемой в России белокочанной приходится на долю Дагестана. Лидер возделывания этой культуры – Львашинский район. В этом муниципалитете практически каждый свободный участок земли используется под посадку овощей. Которые у нас до этого были, это было 3,5-4 килограмма. Последние годы вектор агарной политики в России направлен на снижение импортозависимости, в том числе и в сфере семеноводства овощных культур. В Дагестане проводится работа с ведущими отечественными компаниями, чтобы производители имели возможность оценить преимущества гибридов российской селекции. Львашинская капуста, она же растет в уникальном климате, в чистом горном воздухе, поливается чистой горной водой, поэтому у нее очень уникальный, оригинальный вкус. Эти все показатели, они в этих капустах, они и присутствуют. Это и поиск 18-й, это и новый гибрид «Кавказ», это гибрид «Универс». Демонстрационные площадки расположены в Львашинском районе, поскольку именно здесь уникальные природно-климатические условия для выращивания овощей. Уникальный микроклимат. Капуста успевает поспеть, созреть и набрать вкусовые качества. На мероприятии обсуждали вопросы государственной поддержки овощеводства, ассортимент сортов и гибридов для товарного производства, меры борьбы с болезнями и вредителями капусты. С учетом того, что с санкционными проблемами и то, что задача поставлена в федеральном санкции и заменить импортные сорта своими, вот не сельхоза, не сельхоза, не сельхоза России. По линии сельхоза России оказывается реальная помощь в реализации данной программы. В рамках Дня поля состоялось также открытие нового хранилища мощностью 1500 тонн продукции. Выход объекта с системой автоматической регулировки температуры на проектную мощность позволит осуществлять реализацию продукции в среднем на сумму 240 миллионов рублей. Мы производим более 400 тысяч тонн овощей в год. И, естественно, для долговременного хранения этой продукции нужны вот такие холодильники. И сегодняшний открытый холодильник является первой ласточкой. И то, что сегодня Левашинский район производит более 1% мирового объема капусты. Мы можем этого хвастаться. И у нас есть в планах дальнейшее увеличение объема производства овощей. А между тем в Левашинском районе продолжается уборка капусты. Средняя урожайность в хозяйствах муниципалитета – 550 центнеров с гектара. Раим Абдулаева, Паризат Курбанова, Юсуп Газиамаров. Время новостей.